В Североказахстанской области диверсифицируют машиностроение и обновляют сорта семян для посевной. Меняются как экономические, так и климатические условия. Задача руководства региона не только выполнить социальные обязательства и удержать позиции предприятий на рынках, но и к тому же не допустить повторения катастрофы в паводковый сезон. Как средство от кризиса инвестиций по их привлечению области переезжают остальные регионы Казахстана. На фоне растущих цен на импортные товары в ближайшее время здесь откроют заводы. В первую очередь по производству продуктов питания, молока, муки, макаронных изделий и даже сахара. Все мы знаем, что мы ответственны за то, чтобы 33 наименования социально значимых товаров цены должны быть стабильными. Для этого работает оперативный штаб. Я скажу, по большинству из них у нас особого роста нет. Да, рост есть по сахару на 29%. Это сахар, который не производится в Казахстанской области. Но выше я сказал, что мы такой завод начали строить. И в этом году мы намерены такой завод запустить. Если завод войдет, конечно, у нас стабильность и по сахару в области будет. Тогда мы себя обеспечим полностью. Новые экономические реалии поставили под угрозу развития основной сферы промышленности – машиностроения. Ориентированные в том числе и на нефтегазовый сектор производства ощутили заметное сокращение продаж. Ни одной машины не продали буровой и не продали машины по ремонту скважин. Это очень серьезная машина, не стоит 200-250 миллионов. Несмотря на это, наша область дала рост на 18,5% по машиностроению. За счет того, что мы диверсировали свое производство и сориентировались на другие. Завод по ЗТМ в первую очередь пошел на энергетическое оборудование. На другую точку опоры региона сельское хозяйство в последнее время особенно влияют не только экономические, но и климатические изменения. При хорошем урожае в 5,5 миллионов тонн зерна продажи идут медленными темпами. После дождливого лета пшеница в основном оказалась 4-5 класса. Климат меняется. Это мы сами все видим. Последние два сезона очень дождливые, мало жарких дней. Поэтому важно, чтобы часть нашего урожая поспела раньше. Сегодня надо доходить до 55-60% посева раннеспелых сортов. Новые сорта семян сейчас закупают по государственным субсидиям. Таким образом рассчитывают получить урожай более высокого класса. Впрочем, для области это не единственные климатические сюрпризы. Региону в этом году предстоит тщательно подготовиться к паводковому сезону. Текущий год будет сложнее, чем прошлый год, потому что запаса снега на 70% больше сегодня. Снега очень много. Снег по пояс, снег по колено. Все поля, конечно, для сельскохозяйства это хорошо. А с паводком надо быть на высокой готовности. Поэтому вся необходимая техника, инертный материал, на все выделены средства. И сейчас они приобретаются, готовятся к этому. Кроме этого, есть такие пассивные методы борьбы. Это надо прочистить все водопропускные сооружения, надо прочистить все русла. Масштабная работа начнется с середины февраля. По словам Акима, региону необходимо быть в состоянии повышенной готовности, чтобы спасти населенные пункты и максимально сохранить то, что уже есть. Мадина Алданова, Бахти Арзаев, Ержан Рахманбердиев, 24КЗ.